Добрый день, уважаемые клиенты, уважаемые гости вебинара, уважаемые партнеры компании Сингента. Преддеренность предстоящего сезона. Мы начинаем наш сезон с того, что представляем вам способы и решения проблем, которые возникают ежегодно у всех производителей картофеля. Выбор препарата для предпосадочной обработки – это одно из основных мероприятий, которые проводятся в начале сезона и которые определяют эффективность защиты и эффективность других агротехнических мероприятий в дальнейшем. Поэтому сегодня мы поговорим о том, какие препараты нужно выбирать, как их нужно выбирать, как их нужно применять и вообще как подходить к началу сезона с точки зрения эффективности защиты картофеля. Я представляю моих коллег. Сергей Павлович Белошапкин, технический эксперт по картофелю и специальным культурам региона Юг. Добрый день всем. Рад всех вас видеть, слышать. Анатолий Мисан, менеджер по качеству внесения препаратов, который у нас отвечает за качество внесения не только препаратов для предпосадочной обработки, но и всех препаратов, которые имеются в ассортименте компании Сингента. Спасибо, Свет. Всем добрый день, друзья, коллеги. Рад всех приветствовать. Я скажу, что у нас будет в течение вебинара. В принципе, вы видели программу, которую мы разослали. То есть у нас вебинар будет состоять из трех частей последовательных, вытекающих одна из другой, которые начинаются с того, что мы определяем объекты, которые у нас являются ключевыми для защиты картофеля. Мы выбираем препарат, исходя из этих объектов, и затем мы проверяем качество нанесения. И затем мы определяем, как правильно внести этот препарат, чтобы его эффективность была максимальной. Ну что, переходим к первой части нашего вебинара и поговорим о тех болезнях, о тех целях для предпосадочной обработки, которые мешают правильной закладке и правильному развитию картофеля. Уважаемые зрители, я хочу сказать вам, что в течение всего вебинара вы можете задавать вопросы по проведенным презентациям или другие вопросы, касающиеся защиты клубней. И наши эксперты по возможности ответят вам в чате вебинара. Или если будут вопросы, на которые мы не сможем ответить, мы постараемся найти ответ и ответить вам в почте, в случае, если вы укажете свой электронный адрес. Наш вебинар называется «Алгоритм выбора препарата для предпосадочной обработки картофеля». На самом деле алгоритм состоит из трех вопросов, на которые нужно получить ответ. Зачем? Картофель нуждается в защите. Нуждается в защите каждый год. Я думаю, ни один производитель картофеля уже не пренебрегает этим мероприятием, таким как предпосадочная обработка картофеля. Урон от патогенов и вредителей может быть весьма значительным. То есть некоторые патогены могут унести до 100% урожая. И предпосадочная обработка – это зачастую та единственная мера, которая позволяет картофелю благополучно взойти, благополучно перейти в период вегетации и зачастую побороться даже с теми болезнями, с которыми, кажется, борьба практически невозможна. Второй вопрос, на который мы сегодня попытаемся ответить – это чем? То есть выбор препарата очень зависит от той проблемы, которую вы наблюдаете на своих полях. И чем точнее проведена диагностика, чем более конкретно выявлены эти проблемы, тем более правильным и продуманным будет выбор препарата. И поскольку препараты различаются по своим свойствам, по своей длительности действия, по спектру активности, то это весьма немаловажный вопрос – как правильно диагностировать и как правильно подобрать препарат от конкретной проблемы. И, наконец, не менее важный вопрос – как? Как подобрать препарат от той или иной проблемы? Способ внесения препарата зависит от его физико-химических свойств, от его взаимоотношений с почвой и, в конце концов, от того спектра патогенов и их длительности действия, которые поражают наш картофель в течение вегетации. И именно количественное и качественное внесение препарата определяет эффективность вашего выбора. Можно потерять достаточно много, просто неправильно подобрав способ внесения, способ применения препарата на картофель. Давайте непосредственно перейдем к обзору тех болезней, тех проблем, которые вредят нашему картофелю каждый год и как с этим можно справиться. Ну, здесь приведен вообще практически весь список тех болезней, которые существуют на картофеле, которые его поражают либо в течение вегетации, либо в начале вегетации, либо в конце сезона. Среди них есть те объекты, которые делают выращивание картофеля невозможным. Это карантинные объекты, мы сегодня не будем их касаться. Да и, в принципе, из всего списка патогенов мы затронем, ну, от силы основные 8-10 патогенов, которые действительно создают проблемы каждый год и во всех регионах картофеля. Список этих патогенов регулируется единственным документом, который нас на данный момент определяет качество картофеля – это ГОСТ. ГОСТ был принят в 2016 году, изменил старый ГОСТ 2008 года и включает в себя как вирусные и бактериальные болезни, так и грибные болезни. Но, скажем, здесь нет тонкостей, которые позволяют применять современные методы диагностики для определения процента той или иной болезни. То есть допуски достаточно строго прописаны для первичного семеноводства, то есть для высоких репродукций, но для репродукций массового производства, которые в основном используют для производства того же столового картофеля, эти допуски, в общем-то, весьма условны. То есть, допустим, бактериальные болезни могут определяться только визуальным способом, и их количество, например, при определении молекулярными методами никак не прописано. Есть допуски, которые прописаны для современных молекулярных методов, это в основном будут допуски только для семенного материала высоких репродукций, которые включают уже конкретное определение для Y-вируса, для бактериальных инфекций. Но, к сожалению, для массовых репродукций таких критериев нет, и поэтому каждый производитель должен опираться на те критерии, на то качество семенного материала, которое позволяет ему получать качественный и урожай в том числе. Тем не менее, даже те болезни, которые прописаны, наносят достаточно большой урон ежегодно, и при низких или при высоких уровнях проявления отъедают достаточно значительную часть нашего урожая. Вредят они на разных фазах развития картофеля, некоторые передаются семенным материалам, многие из них имеются в почве, то есть сохраняются в почве и заражают растения в любом случае. Но, тем не менее, всех их надо правильно диагностировать и подбирать препараты, которые будут помогать снижать потери именно от этих проблем. Давайте разберемся, откуда берутся болезни. Они не прилетают из воздуха, они не возникают из космоса. Болезнь содержится либо в почве, либо на семенном материале. И в зависимости от того, где лоцируется патоген, его проявление может быть тоже разнообразным. Ну вот давайте рассмотрим. Инфекции содержатся в почве. Обратите внимание, что с одной стороны описанные виды различаются, но с другой стороны есть одни и те же патогены, которые встречаются и как почвенные, и как патогены, которые находятся на семенах картофеля. Ризоктаниоз, антракноз – это те патогены, которые передаются и семенным материалам, и содержатся в почве. Виды парши содержатся в почве и отдельные могут передаваться семенным материалам. Вирусные болезни – только семенным материалам. Обратите внимание, они только здесь. Бактериозы. Конечно, в отдельных регионах бактериозы могут сохраняться в почве в растительных остатках, но в основном передача идет с помощью семенного материала. И в связи с этим мы можем наблюдать разные этапы развития в жизни патогена, которые непосредственно связаны с возможностью его заражения картофеля. Ну вот давайте начнем с почвы. Если инфекция содержится только в почве, то есть семенной материал у нас, например, очень чистый. Что происходит с патогенами? Тут может быть два пути развития. Инфицирование в период вегетации, то есть патоген прорастает в почве и в период вегетации заражает наш картофель и впоследствии откладывается на семенном материале. Это ризоктаниоз, это антракноз, это пятиозные гнили, это фитофтороз и это некоторые виды парши. Не все. Инфицирование при уборке. Патоген может содержаться в почве, но заражение картофеля происходит только в период уборки, например, через механические повреждения. В основном это характерно для сухих гнилей, такие как фомоз, фузариоз, антракноз и для бактериальных мокрых гнилей. Другая история, когда патоген содержится в семенном материале. Здесь для того, чтобы инфицировать растения, отдельные виды патогенов должны сначала прорасти в почву с этого семенного материала, накопиться в достаточном количестве, то есть разрастить в почве в виде мицелия, в виде каких-то спороносящих органов, произвести споры, конидии и так далее, и только потом заразить новый урожай. И опять мы видим повторение, что ризоктаниоз, антракноз, фитофтороз относятся именно к этому типу патогенов. Патоген развивается только внутри растения. То есть априори патоген содержится в семенном материале в латентной форме. На это способны вирусы, бактериозы и частично антракноз. Но мы его сюда не вносим, потому что он развивается вне растения. И наружу растения, скажем, эти патогены не выходят. Мы посадили зараженный семенной материал, мы однозначно уберем зараженные семенные клубни, по крайней мере, с этого растения. И третий момент, когда инфекция содержится в семенном материале, клубни просто взгнивают до того, как успеют прорасти. Это относится к пятему, это относится к фузариозным сухим гнилям, зачастую к антракнозу и бактериозу. То есть патогены просто не дают всходов. Снижение всходов – это, в общем-то, тоже снижение нашей урожайности. То есть мы поняли, откуда берутся болезни, теперь давайте разберемся, как они развиваются дальше. В период хранения тоже болезни ведут себя не одинаково. Различаются три основных типа поведенческих таких, скажем, для болезней. Как они проявляют себя в период хранения. Некоторые не проявляют себя никак. То есть они проявляются, мы визуальные, их проявления видим только в поле, но при хранении, сколько мы болезней положили, столько мы достали. К этому типу относятся вирусы, которые сохраняются внутри клубни и не передаются от клубни к клубню во время хранения. То же самое относятся парши обыкновенный и рисоктаниоз. Болезни проявляются в поле и продолжают развитие в период хранения. Это в основном относится к различным видам гнилей. То есть те болезни, которые способны перезаражать самостоятельно здоровые клубни. В первую очередь это фитофтороз и бактериальные гнили, конечно же. Альтернариоз, пятиозные гнили, сухие гнили передаются при хранении только при наличии механических повреждений на клубнях. То есть им нужны ворота. Отдельным пунктом стоит серебристая парша, которая с одной стороны заносится в поле и ее вроде как трудно в поле проконтролировать, но при хранении она развивается только в том случае, если у нас нарушаются условия хранения. То есть если идет, например, изменение температуры в период хранения, если идет, как сказать, какое-то перемещение клубней, вот в этом случае развитие серебристой парши отмечается достаточно сильно. Ну и, наконец, болезнь проявляется только при хранении. В поле мы ее не видим, но при этом может происходить перезаражение клубней. В первую очередь это бактериальные и сухие гнили. То есть зачастую в хранилищах очень многие видят очаг, когда положили вроде бы здоровый картофель, где-то попал один больной бактериальный клубень, и при нарушении условий хранения, при наличии механики, при наличии, например, достаточного количества почвы, при усиленном увлажнении. Именно эти типы заболеваний, сухие и мокрые гнили, могут проявляться только при хранении. По факту положили здоровый, потом, в общем-то, наблюдаем в хранении развития очагов инфекции. Различные мероприятия, которые применяются для контроля болезней, не одинаково эффективны против разных болезней. Ни для кого не секрет, что одними химическими методами болезнь не поборосят. То есть здесь вступает целый комплекс мероприятий агротехнических, семеноводческих и так далее, которые позитивно влияют на сдерживание той или иной болезни. Вот мы сейчас кратко рассмотрим, как тот или иной прием влияет на развитие болезни, а в конце презентации мы увидим, какой из них действительно эффективен и как со теми или иными болезнями бороться. Ну, давайте посмотрим именно по методам севооборот. Конечно, многие болезни сохраняются в почве и могут передаваться на следующий год, поэтому севооборот с правильными культурами может служить для снижения их количества в почве. Но далеко не все болезни, например, бактериозы и вирусные и вироидные болезни передаются семенным материалом, но севооборот на них никак не влияет. Точно так же, как обыкновенная парша, серебристая парша, они содержатся в почве, сохраняются на растительных остатках, поэтому севооборот, в общем-то, не исключает их из дальнейшего присутствия на поле. Устойчивость сортов – понятие относительное. В нашей стране, конечно, проверяется устойчивость сортов карантинным объектам, но к основному пулу болезней, поскольку большинство из них являются не чистыми паразитами, а сапрофитами, устойчивости, в общем-то, не выводятся и не существуют. Использование здорового посадочного материала. Конечно, эта мера очень актуальна для бактериозов и вирусных болезней, актуальна для некоторых других болезней, но не актуальна для тех болезней, которые, например, постоянно присутствуют в почве, таких как резоктониоз или альтернариоз, который прилетает извне в основном. Поэтому эта, в общем-то, мера не для всех болезней легитимна. Перескочу через пункт. Обработка препаратами посадочного материала. Для большинства грибных болезней эта мера либо полностью помогает побороть эту болезнь, либо хотя бы частично вызывает ее сдерживание и проявление в течение периода вегетации. Но эта мера, к сожалению, не работает с такими видами, как бактериозы и вирусы. Ну, в общем-то, мы увидели, что методы разные, не против какой болезни не используется какой-то один метод. Всегда это должен быть комплекс мер по сдерживанию болезни и предотвращению ее развития и заражения семенного материала. Вот здесь еще такая табличка есть для вредителей. И, как мы видим, здесь все гораздо интереснее. То есть во многих случаях предпосадочная обработка – это та действительно мера, которая поможет держать тех или иных вредителей. Но, например, устойчивых сортов не существует. Какой бы оздоровленный посадочный материал ни был, если почва заражена тем или иным вредителем, то есть тем же прогулочником или совкой, которая может прилететь внезапно, это не поможет. Поэтому подход к защите от болезней и от вредителей, в общем-то, зачастую различается. Но предпосадочная обработка – это хорошая мера и для тех, и для других факторов снижения качества картофеля. Ну, вот обратите внимание, пожалуйста, на эту диаграмму. Она будет несколько раз появляться в течение презентации. Но она отражает собой очень интересную суть именно проявления самих болезней. Именно тех периодов, когда мы можем болезнь контролировать и когда мы не можем ее контролировать. Вот если там, на первый взгляд, посмотреть на эту диаграмму, она кажется очень сложной. На самом деле все очень просто. То есть у нас есть периоды заражения. То есть те моменты, когда болезнь заражает наш картофель. У нас есть периоды развития. Те моменты, когда болезнь накапливается и разрастается либо в почве, либо на семенном материале картофеля, если она успела его заразить. У нас есть источник первичной инфекции. Здесь я отметила только семена, потому что практически все болезни, кроме некоторых типа альтернариоза, могут присутствовать в почве. И почва может быть обязательным источником инфекции. И отметила источник вторичной инфекции. То есть тот момент, период вегетации и роста картофеля, когда болезнь заражает наши клубни и становится источником первичной инфекции. И сейчас мы рассмотрим кратенько, очень кратенько каждую болезнь в отдельности. И посмотрим, как предпосадочная обработка может помогать в контроле той или иной болезни. Первый взгляд, который мы видим, мы видим, что такие болезни, как резоктаниоз и фитофтороз, заражают растения в самом начале вегетации. Все остальные болезни в этот момент идет накопление, рост мицелия в почве, образование каких-то спороносящих органов. Но заражение происходит либо в период роста растений, то есть, смотрите, приходится на рост и образование клубней, либо вообще на период уборки, когда многие болезни могут поражать клубни только через механические повреждения, наносимые при уборке. И поэтому меры борьбы, меры контроля, соответственно, могут быть разные. Первый момент, который мне хотелось бы отметить, что для того, чтобы правильно бороться с тем или иным патогеном, нужно его правильно диагностировать. И для различных классов патогенов существуют различные методы диагностики. То есть грибные патогены, такие как антракнос, резоктаниоз, фитофтороз и так далее, очень хорошо диагностируются как с полемощью визуального метода, то есть осмотр больных клубней и проращивание их в чашках Петри, так и с помощью молекулярных и лабораторных методов уже культивирование на искусственной среде, использование приборов для точной диагностики, типа ПЦР или ФА, и тогда мы можем точно определить наличие и количество того или иного патогена. Но для бактериальных и вирусных болезней, к сожалению, правильная диагностика осуществляется только с помощью лабораторного метода. Единственная мера борьбы – это смена семенного материала. Поэтому предпосадочная обработка в данном случае является полумерой, особенно в отношении вирусных болезней. Там вообще никакого сдерживания нет. Но диагностика важна для того, чтобы отличить одну болезнь от другой. Вот я сейчас приведу пример диагностики, которая полностью сказывается на том, как нужно бороться с последствиями, в общем-то, вот такого вот неприятного момента, как растрескивание клубней. Вот в данном случае можно только молекулярной диагностикой определить, что в данном случае имело место поражение вирусами, а здесь вируса не было, имело место после действия гербицидов. Соответственно, в первом случае мера – это только смена семенного материала, а во втором случае нужно оздоровление почвы, то есть внесение в нее органических удобрений и так далее. То есть все меры, которые снижают наличие гербицида в почве. С бактериозами лабораторный метод тоже имеет гораздо большее значение, чем визуальная диагностика, потому что визуальная оценка не всегда дает правильное понимание о наличии латентной инфекции в семенном материале. То есть, допустим, у нас много механических повреждений при уборке, бактерии могут находиться в почве, причем не обязательно это патогенные бактерии, типа черной ножки, это могут быть и сапрофитные бактерии, которые поселяются на гниющих поврежденных тканях, но при этом семенной материал может быть абсолютно здоровым. Именно молекулярный метод позволяет точно установить наличие вот этой самой инфекции и даже приблизительно определить ее количество. Соответственно, если при наличии латентной инфекции данный семенной материал картофеля предполагается к дальнейшему разведению, мы можем 100% предполагать, что будет происходить и накопление тех же бактериозов в семенном материале картофеля. И при его накоплении исключать данный семенной материал из разведения. То есть лабораторная диагностика в случае бактериозов очень даже оправдана, тем более, что ГОСТ не регламентирует никаким образом содержание бактериальной инфекции в репродукциях ниже супер-супер-элиты. Это все остается на усмотрение производителя, и чем раньше он определит и диагностирует эту проблему, тем более здоровым впоследствии может быть его семенной материал. Диагностика грибных заболеваний, с одной стороны, проще, потому что чаще всего мы видим проявление ее на клубнях, но ослажняется тем, что мы можем перепутать патогены. То есть в данном случае мы видим два патогена, антракноз и парша серебристая, которые вроде бы оба грибные патогены, но меры борьбы с ними абсолютно разные. То есть в случае парши серебристой это достаточно контроля на семенных клубнях, то есть сдерживание распространения инфекции. В случае антракноза, если у нас присутствует зараженность на клубнях, это целый комплекс мер, в том числе и агротехнических, которые нужно предпринимать для того, чтобы эта болезнь не захватила ваши поля целиком. А диагностировать это можно как визуально, так и в лаборатории. Однако в лаборатории Сингента недавно было проведено такое очень интересное исследование, когда сравнивали оценку повреждения антракнозом путем визуальной оценки и параллельно те же образцы проверяли с помощью ПЦР на основе разработанных праймеров против антракноза и обнаружили интересную вещь, что при визуальной оценке количество зараженных партий составляло 12% из 268 исследованных образцов. Но диагностика ПЦРом тех же самых партий показала, что инфекция антракноза содержится в 45% партий, то есть почти в половине. Соответственно, в 33% случаев латентная инфекция не была замечена. Сейчас праймеры существуют на антракноз, к сожалению, очень немногих лабораторий, но на тот же фитофтороз и на некоторые другие грибные патогены. Поэтому даже в случае грибных патогенов лабораторная диагностика становится более актуальной и более точно помогает предсказать проблему до того, как она проявилась на ваших полях. Я думаю, что этот метод сейчас будет развиваться достаточно активно, именно потому что, скажем, неполученная проблема – это лучший способ ее решения, чем попытка решить проблему, когда мы ее уже сами активировали. То есть отбракованная партия – это лучше, чем партия, которая посажена, а потом мы в течение вегетации пытаемся остановить болезнь и пытаемся получить здоровый семенной материал. Ну, теперь от методов диагностики перейдем к выборам, конкретно к пониманию против каких же объектов, какие фазы нужно работать и чем работать. Резектониоз – это тот объект, который фигурирует во всех описаниях препаратов, то есть это первый объект для контроля, под который, в общем-то, формируются и разрабатываются препараты для защиты картофеля. Почему? Потому что болезнь развивается в течение всего периода вегетации, поражает все подземные части растений. То есть надземная часть, вот как вот здесь проявление белой ножки, свидетельствует только о высокой зараженности почвы и наличии патогена в, соответственно, удачных для него условиях. Источниками первичной инфекции могут быть служить как почва, так и зараженные клубни, причем в достаточно равной степени. Чистых полей существует очень мало, то есть, к чести хвала тем производителям, которые с помощью севооборота, с помощью сидиратов, например, подчищают свои поля, но занести инфекцию с семенным материалом, особенно в неблагоприятные годы, очень и очень легко. А выпить потом инфекцию с почвы – это 4 года. Период заражения клубней. От клубнеобразования до уборки, то есть с того момента, как у нас появились клубни, у нас идет заражение резоктониоза. И теперь давайте разберемся с формами проявления резоктониоза на клубнях. Вот это все форма проявления резоктониоза. То есть, начиная от знакомой нам форме склеродцев, это всего лишь форма сохранения патогена в зимних условиях до знакомых, в общем-то, проявлений, как сетка на клубнях. Достаточно часто встречаются вот такие растрескивания клубней, что свидетельствует о заражении картофеля в самые ранние фазы. То есть в момент клубнеобразования, когда патоген спокойно садился на поверхность молодого клубня, начинал разрастаться и вызывать вот такие деформации. Достаточно часто встречается вот такая глазковая форма, когда патоген садится на открытые чечевички или на глазки картофеля, прорастает внутрь. Сначала вот здесь вот как бы такая пленочка существует, но при ее прорывании патоген прорастает внутрь, и эти отверстия, эти повреждения являются воротами для вторичных гнилей, для фузариозных, для бактериальных гнилей и так далее. В последние годы, буквально последние 2-3 года, когда стоят достаточно засушливые сезоны, у нас в участии встречается вот такая форма резоктаниоза. В данном случае вообще очень трудно опознать резоктаниоз, но вот этот вот симптом описан в учебниках, описан в книгах, в атласах по описанию патогенов и является достаточно типичным для проявления резоктаниоза в жарких, сухих условиях. Вот такие проявления можно спутать с проявлением проволочника, однако на разрезе мы никаких следов погрызов не видим, зато мы видим вот такую же сетку, как в этом случае, то есть, соответственно, патоген прорастал внутрь, и в некоторых случаях мы наблюдали прорастание вплоть до середине кухни. Конечно, это очень большая потеря именно к товарности патогена, но, есть одно большое но, если мы разделим вот эти проявления по их влиянию на зараженность материала, мы очень четко видим, что вот эти проявления, они появляются при раннем развитии резоктаниоза, при его наличии в почве, не на семенном материале, и влияют только на качество урожая. Качество, конечно, вещь важная, но сохранение патогена в почве – это гораздо важнее. А вот эта форма проявления, которая сохраняется как инфекция, которая зимует и которая, вот как здесь видим, прорастает даже уже в момент уборки, как раз является наиболее опасной формой, потому что она несет зараженность и будущему урожаю, и семенным клубням. И именно с этой формой предполагается бороться, потому что вот эта вот не является инфекцией на следующий год, это всего лишь потеря качества, а вот эта инфекция на следующий год. И поэтому, когда мы обратимся к нашей опять вот этой диаграмме, мы видим резоктаниоз появляется вместе с семенным материалом, ну и с почвы в том числе. В этот же момент он заражает прорастающие наши растения, то есть проростки, и в дальнейшем он распространяется на проростки, на столоны, на молодые клубни, то есть он развивается в почве. И следующий момент, опять момент заражения, когда он переходит вот в эту самую форму склероциев и сохраняется на следующий год, становясь источником инфекции. Вот как ни странно, из всех здесь имеющихся патогенов примерно та же стратегия поведения у фитофтороза. Питиум не совсем так себя ведет, но вот фитофтороз, питиум, как у мецепта, просто объединены в одну строчку. То есть фитофтороз либо сохраняется в почве, но гораздо больше он сохраняется на семенных клубнях, он заражает растения с момента прорастания, в течение всего сезона он прорастает на растения, он накапливает инфекцию, он образует споры, которые перелетают и перезаражают другие растения. Но момент заражения клубней идет именно при уборке, то есть так же, как и резоктаниоз. И именно вот эти зараженные клубни становятся источником инфекции. Соответственно, какая здесь должна быть стратегия борьбы? Контроль первичной инфекции с помощью предпосадочной обработки, с помощью различных препаратов, о которых мы поговорим чуть позже. Но с этими патогенами можно бороться, начиная с фазы посадки, с помощью предпосадочной обработки. Немножко другая картина с питиумом, потому что если мы обратимся к питиуму, он проявляется в двух формах. Это питиозная корневая гниль и раневая водянистая гниль. Но вот такие клубни с вероятностью 99% просто сгниют, то есть относятся к сухим и мокрым гнилям, то есть клубни просто не взойдут. Вот это проявление свидетельствует о том, что питиум есть в почве. Даже если он есть на семенном материале, в момент прорастания он не успеет настолько разрастись и заразить клубни. Поэтому борьба с питиумом начинается вот в эту фазу. То есть вот здесь мы контролируем его заражение на корнях. Вот в этот момент нам бы надо проконтролировать заражение клубней, но, к сожалению, как мы увидим позже, в общем-то препараты до этого момента ни один уже не сохраняет период действия. Немножко другая картина с сухими гнилями. Начнем мы с антракноза, который в последнее время очень широко распространен, все чаще он наблюдается не потому, что болезнь распространилась такой космической скоростью, а потому что, с одной стороны, были недообследованы поля, были недоидентифицированы его проявления в поле, и, с другой стороны, потому что он может распространяться семенным материалом картофеля и заражать почву там, куда его привезли, где посадили этот семенной материал, а выбить его из почвы потом очень сложно. Немножко схожа борьба с паршой, но по ней существуют отдельные меры, потому что прямых методов паршой не существует, а ее проявление, ее заражение начинается в момент, когда образовались клубни. И обратите внимание, антракноз, он может быть занесен семенным материалом, но потом ему нужно разрастить. Если он присутствует в почве, все равно идет накопление семенной инфекции. Антракноз – это не стопроцентный паразит, это все-таки сапроцентный паразит, и поэтому заражение идет в ту фазу, когда картофель является более ослабленным. Вот здесь идет заражение растений, самих стеблей. В этот момент начинается заражение клубней. Как только образовались клубни, антракноз – обыкновенная парша. Вот здесь мы видим тоже серебристая парша. Начинают атаку на молодые клубни и снять их с этих клубней, уже как-то обработать, как-то убрать их с нового урожая уже практически невозможно. То есть более поздние фазы вегетации гораздо сложнее поддаются контролю, но тем не менее эти периоды есть. И, допустим, соблюдение каких-то мер в случае обыкновенной парши – это агротехники, в случае антракноза – это агротехники и использования препаратов с более длительным периодом действия, они, в общем-то, частично могут проконтролировать эти заболевания. Еще одна немножко другая ситуация с сухими гнилями. Если мы посмотрим, опять же, на эту диаграмму, период заражения с сухими гнилями – это уборка. То есть в течение всего периода вегетации сухие гнили накапливаются, разрастаются в почве, но атакуют картофель только в момент уборки, как правило, через механические повреждения. То есть они сами не умеют повреждать кожуру. Они становятся источником вторичной инфекции. То есть они развиваются при хранении, но, как видим, в качестве источника первичной инфекции сухие гнили не рассматриваются. С одной стороны, потому что зараженный сухими гнилями клубень на 99% он просто сгниет либо в период хранения, либо при посадке. И второй момент. Например, если касается фузариозов, то виды фузариума, которые проявляются на картофеле в виде сухих гнилей, и виды фузариума, которые вызывают фузариозное увядание – это разные виды. Фузариозное увядание характерно для южных регионов России, поэтому проявляется далеко не во всех регионах. А сухие гнили просто диффундируют в почву, распространяются там и заражают клубни только в период уборки. То есть, вредоносность заключается именно в снижении качества семенных клубней, и к фамозу это относится в той же степени, то есть в период заражения во время уборки. Особенно, когда уборка идет в прохладную сырую погоду, в этом случае кожура становится достаточно уязвимой, открываются чечевички, и вот эти все патогены могут их заражать. Ну, то есть, смотрите, мы определили тем патогены, контроль которых возможен в начале вегетации, то есть в момент заражения проростков и материнских клубней. Это относится к фитюму, это относится к ризоктониозу, и в гораздо меньшей степени это относится к видам парши и к антракнозу. А, да, забыл сказать про серебристую паршу. Серебристая парша вообще стоит немножко особняком, потому что, да, периоды заражения совпадают с моментом начала клубнеобразования, но источником как первичной, так и вторичной инфекции серебристая парша является именно в период хранения. То есть именно в этот момент идет ее наибольшее распространение, идет перезаражение молодых клубней, и именно семена в первую очередь становятся инфекцией для нового урожая. То есть контроль, в общем-то, возможен вот этих двух патогенов. Остальные патогены контролироваться могут только косвенно, только снижая количество инфекций в клубне. Для контроля таких патогенов, как антракноз, частично серебристая парша не полностью, частично обыкновенная парша, необходимы препараты, которые сохраняют свое действие вплоть до начала клубнеобразования. Именно в этом случае, если препарат присутствует в почве, он может снизить зараженность новых клубней вот этими патогенами, и этими, конечно же, тоже, если у него спектр действия позволяет, и предотвратить заражение уже на более поздних этапах вегетации. Поэтому нужно подходить к диагностике грамотно, смотреть, против какого патогена у нас направлены те или иные средства защиты, и, соответственно, как применение в начале вегетации может сказаться на контроле того или иного патогена. Соответственно, делаем небольшие выводы, что диагностика – это путь к правильности стратегии защиты. Источниками заражения может быть и почва, и семенная инфекция. Вирусы и бактериозы не контролируются с помощью предпосадочной обработки, здесь нужны семеноводческие мероприятия. Инфекция семенных клубней может попадать в почву, накапливаться и сохраняться в ней впоследствии долгие годы. Наиболее распространенные грибные патогены опасны, потому что развиваются в течение всего периода вегетации. И многие патогены заражают клубней во второй половине вегетации, когда действия препаратов уже значительно снижаются. По аналогии с табличкой, с той диаграммой, которую я приводила, здесь расписаны именно меры, которые могут повлиять на те или иные виды патогенов. То есть где-то это предпосадочная обработка, а где-то это только агротехнические мероприятия. То есть на сухие гнили предпосадочная обработка не влияем никак. Где-то это только семеноводческие мероприятия, то есть контроль вирусов и бактериозов, а где-то только агротехника, то есть парша обыкновенная. Для удобства я представляю вам такую табличку, где конкретно расписан тот или иной прием, который позволяет нам проконтролировать патогены. И плюсики означают либо полное действие на тот или иной патоген, либо частичное действие, либо отсутствие действия. И вот обратите внимание, пятиозная гниль – только фунгициды в почву, бактериозы, только стопроцентно семеноводческие мероприятия. И на резектониоз и фитофтороз мы эти патогены можем сдержать предпосадочной обработкой. А теперь для этого главное выбрать правильный препарат и правильно его внести, чтобы эффективность была максимальной. Ну что ж, мы переходим к следующему разделу нашего вебинара. Выбор препарата для предпосадочной обработки картофеля. Я передаю слово моему коллеге Сергею Павловичу Белошапкину. Надеюсь, что следующий пункт поможет вам ближе подойти к выбору препарата. Добрый день еще раз всем. На самом деле картина не такая страшная. Болезни всегда есть, будут, и мы с ними будем бороться. Но все прекрасно понимают, что картофель мы в большинстве своими случаями едим хороший и качественный. Как выбрать нужный препарат? Как правильно продобрать норму восхода? Как правильно выбрать дозировки? Попробую я сейчас вам об этом рассказать. Выбор препаратов для предпосадочной или припосадочной обработки картофеля. В портфеле компании Сингента довольно-таки большой спектр препаратов. На что я хочу обратить ваше внимание. Вот посмотрите, то, что вверху тут. Препараты Максим, Селестоп, Вайбранстоп. Здесь идет, когда мы смотрим норму расхода, вы увидите, здесь написано литры на тонну. Опускаемся ниже на табличке Квадрис, Юниформ, Волиан, Флекси. Здесь норма расхода препарата в литрах на гектар уже идет. Это то, что зарегистрировано. Теперь обратите внимание на срок действия дни. У препаратов, где норма расхода литра на тонну, срок действия, как правило, меньше, чем у тех препаратов, у которых идет норма расхода в литрах на гектар. Собственно говоря, почему это так происходит? Те препараты, где указываются нормы расхода препарата литра на тонну, предназначены для обработки или опрыскивания клубней до или во время посадки. Те препараты, где указаны нормы расхода в литрах на гектар, предназначены для опрыскивания почвы или дна борозды при посадке картофеля. Можно и не при посадке, можно согласно регламентам в другое время. И основная задача первых продуктов, там где литра на тонну, защита от инфекций, передающихся семенным материалам и находящимся вблизи материнского клубня. Вторых, те, которые зарегистрированы литра на гектар, как правило, в основном это системные препараты. И их задача защита от инфекции или, скажем, от болезни или от вредителей, как материнского клубня, так и клубней нового урожая. То, что Света вначале говорила, защита вновь образованных клубней. И не всегда это легко сделать. Начнем с защиты клубней самих материнских и проростков. То, что Света сказала, это источник первичной инфекции. Начнем с препарата «Максим». Зарегистрирован он на картофеле с семеном для обработки. В двух нормах расхода 0,2 литра на тонну и 0,4 литра на тонну. 0,4 литра на тонну – это опрыскивание клубней перед посадкой. А вот 0,2 литра на тонну – это опрыскивание клубней картофеля перед закладкой на хранение. Как раз вот те заболевания, что Света говорила, чтобы у вас не фамоз, фузариоз, чтобы не было распространения, да, плюс еще антракноз, чтобы не было распространения инфекции этих заболеваний при хранении картофеля, потому что всегда же образуется какая-то влага, которая может с одного клубня переходить на другое клубень, и тем самым вы заражаете. Поэтому это единственный препарат, насколько я знаю, в России зарегистрирован для обработки клубней картофеля при закладке на хранение. Да, понятно. То есть это у нас обработка желательно, обработка клубней, самих клубней, а не внесение в борозду. Второй препарат, он тоже содержит флудиоксанин, так же, как и Максим, но к нему еще добавляется дефиноконазол. Собственно говоря, для чего? Для усиления действия против резоктонии, плюс еще есть такое заболевание картофеля, и клубный свет его не упомянуло, но довольно-таки серьезный объект – это альтернариоз. И теми таксам, та же самая актора – это продукт для защиты от колорадского жука, проволочника, тлей. То есть это трехкомпонентный инсектофунгицид, опять же, для обработки клубней при посадке. Сейчас появился новый продукт Vibran-100. Это тоже, скажем так, в настоящее время один из самых лучших, один из самых хороших продуктов для защиты от комплекса болезней и вредителей. Содержан он тот же самый флудиоксанин, как Максим и Селестоп, но обратите внимание, здесь новая молекула, 25 грамм на литр седоксана, предназначен действительно для защиты прежде всего, это основной патоген, который сильно влияет на качество картофеля. Резоктониоз, фузариоз, серебристая парша, обработка клубней при посадке. Почему резоктониоз и почему резоктониозу уделяется такое большое внимание? Потому что резоктониоз – это патоген, который заражает очень широкий спектр культур. Соответственно, если он заражает и пшеницу, и кукурузу, и огурец, и сахарную свеклу, то с помощью севооборота от этого патогена избавиться очень тяжело. Он присутствует на всех культурах практически. Но самое нехорошее, самое печальное, что внутри вида существуют штаммы, которые различаются по своим, скажем, характеристикам и специализациям на культуре. Так вот, картофель поражает штамм АДЖ-3, где-то 97% его. И вот штаммы АДЖ-3-группы, они требуют большего количества препарата, чтобы подавить этот штамм. То есть для того, чтобы, скажем, побороться с резоктониозом, который в основном присутствует на сахаре свекле, нужна меньшая дозировка всех продуктов, которые, по сравнению с теми, которые используются для защиты картофеля от резоктониоза. Действительно, Вайбранстоп тот продукт, который активирует защиту, содержит флудиоксанил. Флудиоксанил почему? Это самый широкий спектр. И седоксан, специалист по резоктониозу. С очень хорошим эффектом защита идет не только материнского клубня, защищает и проростки, защищает и столовую. И, соответственно, для контроля почвенных вредителей это теометоксан. Вот на эту табличку, это я подвожу к выбору продуктов. Посмотрите, количество грамм действующих вещества на гектар. Мы знаем, что в среднем идет 3 тонны семян на гектар картофеля. Флудиоксанила 30 грамм, Селестотоп 30, Вайбранститоп уже более широкий выбор дозировок. Если вы берете низкую дозировку, идет у вас 30 грамм на гектар флудиоксанила. Если берете повышенную, то идет 52 грамма. По седоксану то же самое. Посмотрите, вариация практически варьирует. Практически дозировка в два раза от 30 до 52. Что это нам дает? Это нам дает, чем больше продукта вы внесли в момент обработки, тем дольше у него будет сохраняться эффект на патогены. Потому что у каждого продукта есть свой период полураспада. И если вы внесли маленькое количество, то для защиты, скажем, через месяц, через полтора, этого продукта, дозировки продукта, оставшегося в почве, будет недостаточно. В случае с седоксаном или в случае с Вайбранститоп ситуация другая. Здесь продукта достаточно для подавления заболеваний. Даже когда мы доходим до того момента, когда у нас начинают образовываться клубни. Значит, дозировки. Если вы работаете, вносите препарат с помощью картофеля-сажалок, хотя, на мой взгляд, это не самый оптимальный вариант, то при норме расхода 0,4 литра на тонну надо вносить на гектар 1,2 литра. Если идет 0,7 литра на гектар, то на гектар у вас должно идти 2,1 литра. При этом обработанная площадь должна быть, ну, при посадке клубня, клубень, когда падает, должен быть обработан с двух сторон. То есть обработано не менее 80 поверхностей клубня. Что нам дает вот эта дозировка в качестве, там, на примере Вайбранститоп? Если семена здоровые или со слабой степенью поражения, в частности, резоктониоза, и у вас правильный севооборот, и небольшое количество вредителей, можно вполне взять дозировочку 0,4 литра на тонну, или это 1,2 литра на гектар. Если же у вас семена в сильной степени поражены различными грибными, подчеркиваю, грибными болезнями, то вы тогда уже смотрите. Если хороший севооборот, берете 0,6 литра на гектар. Если севооборот, вы знаете, у вас картофель, там, идет через 3 года на поле, через 4, есть резоктони, то меняете дозировку. И если у вас средняя степень поражения, то, соответственно, дозировочки средние получаются. Если же у вас всех болезней грибных выше ГОСТа, и тем более присутствуют бактериальные болезни с процентом, которые выше ГОСТа, то рекомендуется что? Обновить семенной материал. Это у нас была как бы часть защита от первичной инфекции, защита материнского клубня, защита проростка, которая появляется. Но помимо семенной инфекции существует еще почвенная инфекция. И многие виды патогена могут сохраняться долго в почве. Иногда даже 5-6 лет. Как же защитить клубни нового урожая и стебли от, в основном, скажем так, от почвенной инфекции, которая там встречается? У компании Сингента есть продукт Квадрис с очень широким спектром заболеваний. Действительно, здесь есть и фузариозы, и резоктаниоз, и антракноз, и фамоз, и альтернариоз, и серебристая парша. Для меня в его спектре, что самое главное, это резоктаниоз и антракноз. Это те заболевания, с которыми очень трудно бороться. Опять же, перейду к вайбрансу топ. То есть вайбранс топ, так же, как в дальнейшем я буду говорить про униформ, или так же, как селест топ, стимулирует развитие корневой системы. Собственно говоря, зачем нам нужна хорошая корневая система? Она нужна для хорошего старта развития растений, и она нужна для того, чтобы растение, начиная с начала вегетации и до конца вегетации, успешно могла поглотить то количество воды и то количество удобрений, которые вы внесли. Чем лучше развита корневая система, тем лучше идет поглощение и воды, и питательных веществ. И важный такой момент, что многие микроэлементы усваиваются только молодыми корнями. Значит, соответственно, нам необходимо просто обратить внимание на то, чтобы у нас больше, больше, чаще появлялись молодые корни в течение всего периода вегетации. Света уже упоминала про такой патоген, как питиум, который вызывает раневую водянистую гниль. Но для развития корней, Света уже обращала внимание, что не все фунгициды могут бороться с питиумом или с фитофторозом. Вот эта питиозная корневая гниль, она проявляется очень сильно в самом начале, особенно интенсивно развивается в годы с холодной и влажной весной. А как правило, картофель, практически основная масса картофеля высаживается в холодную, непрогретую почту. Ждем, когда она прогреется. Ждем, когда она прогреется. Есть такой продукт под названием Юнифилворум, у нас слоган «Привейте здоровье вашему урожаю». Это действительно что-то получается как прививка. Почему Юнифорум? И почему я говорю про Юнифорум и про питиум, и про тот же фитофтороз? Потому что Юнифорум – это единственный из существующих на сегодняшний день фунгицидов, который контролирует и фитофтороз, и питиозные гнили, и остальной спектр заболеваний. Но для меня в данный момент самое главное, что он контролирует питиозные гнили, помогая, скажем, таким продуктам, как Vibron Stop, который не берет питиозные гнили, помогая сделать корневую систему развитой и помогая избавиться от широкого спектра болезней. В Юнифоруме у нас два действующих вещества. Одно действующее вещество средне вымывается из почвы, и одна из них – высокая растворимость в воде, где-то это мифеноксам, это 26 тысяч миллиграмм в литре растворяется. И в то же время этот препарат довольно-таки, у него период полураспада быстрый, и именно он влияет на питиум и на разное, и на раннее подавление фитофтороза. Итак, что мы в результате имеем? Мы имеем болезни, мы имеем спектр препаратов. Что выбрать и от чего? Если вы закладываете клубни на хранение, особенно это касается семенного картофеля, обязательная обработка максимум в норме расхода 0,2 литра на тонн. Если у вас бактериозы, вирусы, то все, забудьте, это только качественный семенной материал, проверка. Если у вас появляются виды Парши, то в защите от видов Парши это Вайберн Стоп и Максим. Если у вас среди этих видов Парши часто встречается обыкновенная Парша, то это только агротехника, потому что у Максима и Селеста Топ и у других препаратов, других фирм есть очень слабое побочное только действие. Берем резектониоз. На мой взгляд, самый оптимальный вариант – это обработка клубней при посадке Селест Топ или Вайберн Стоп и добавляем туда обязательно юниформ или квадриц. Зачем это делаем? Для того, чтобы продлить период защитного действия продуктов и растянуть его до периода, когда у нас образуются клубни нового урожая. Наша же задача сохранить, понятно, материнский клубень, но основная задача – получить новый урожай, здоровый. А Света уже показала, что закладка, вернее, показала, что основная масса болезней начинает заражать, или заражение основными болезнями еще происходит в период закладки и развития клубней нового урожая. Ну, а если вы сажаете картофель в непрогретую почву, там всегда есть питиум, там всегда есть фитофтороз. Это выбор тогда один – юниформ. Теперь о другом заболевании, про которое я не перечислил на предыдущем слайде – это антракноз, который в последние годы набирает, скажем, силу. И сразу скажу, 100% защиты от этого заболевания при имеющемся спектре и в России, и в других странах при имеющемся спектре продуктов стопроцентная защита нереальна. Если, скажем, от резектониоза серебристой парши мы можем сказать, что практически будет стопроцентная у вас гарантия, то в случае с антракнозом – нет. Что можно сделать для того, чтобы снизить, не полностью побороть, это сложный объект, а снизить развитие и повреждение растений картофеля антракноза. Это прежде всего обработка максимом. Это уже дальше финансовая составляющая. Максим, силе стоп, если у вас есть вредители, вайробронстоп, если у вас там есть вредители. Это обязательный элемент для защиты материнского клубня, для защиты, скажем, для того, чтобы уничтожить первичную инфекцию. И второй тоже обязательный прием – это внесение в борозды фунгициды юниформа. А вот внесли. Но свет уже показывал, что антракноз заражает на протяжении и развивается на растениях практически весь период вегетации. И вот здесь необходимо 2-3 обработки такими фунгицидами, как скор или ревостоп. Особенно это необходимо делать в фазу начала бутонизации и конец светения. Это как раз те моменты, когда антракноз начинает проявляться, когда его видно. Теперь, опять же, возвращаясь к антракнозу и к эффективности. Попробуйте посмотреть повнимательнее на этот слайд с результатами опытов. И вы обратите внимание, что… Вот, собственно говоря, почему я не говорю, что вайбранстоп держит от антракноза или хорошо защищает? Потому что вот сколько лет мы проводим опыты, в любом случае юниформ антракноз снижает лучше, даже если вы берете вайбранстоп в высокой дозировке. Почему? Потому что просто-напросто юниформ в почве сохраняется больше. Он сохраняется до того периода, когда он может защитить молодые клубни и может защитить пароростки и стебли. Опять же, возвращаясь к моему практически первому слайду, это продукт, который при починном внесении становится системным продуктом и хорошо передвигается по растению, защищая само растение. Это, пожалуй, все про фунгицидную защиту. продукт, я уже упоминал, что и у вайбранстоп, и у селестетоп достаточно, есть еще компоненты для защиты от вредных от вредителей и в лямфлексе. Вот посмотрите разницу. В лямфлексе в Российской Федерации зарегистрирован, скажем так, в двух видах. Это внесение в почву и опрыскивание. Внесение в почву 0,7-0,8 литра на гектар, опрыскивание 0,2. Почему это сделано? Почему дозировка? В любом случае, почему при внесении какого-либо продукта в почву его надо дать гораздо больше, чем при наземном опрыскивании, потому что он опять там быстрее разлагается. Но если вы вносите в лямфлексе или вместе с униформом в почву, то это у вас идет гарантированная защита и от колорадского жука, и от циката, и от проволочных, и что, на мой взгляд, очень важно, от чешуекрылых вредителей, от тех же самок и совок. Но здесь выбор, собственно говоря, что выбирать. Если у вас есть этот спектр, то тогда только в лямфлексе. И важно помнить, что самый хороший результат получается, если у вас идет обработка семенного материала отдельно, защита от семенной инфекции, или на столах, или на картофеле-сажалках, если есть дополнительные форсунки. Это защита от семенной инфекции. Но если вы хотите получить и качественный материал, качественный товарный картофель, то это просто необходимо внесение в борозду квадриса, юниформа и волиама флексе. И расход воды должен, когда вы вносите в борозду, вам же надо все равномерно и как можно больше поверхности обработать, вам надо вносить не менее 60 литров на гектар. На мой взгляд, оптимум – это 150 литров. Но об этом и о способах внесения вам более подробно расскажет Анатолий. Спасибо большое за внимание. Слово Анатолия. Еще раз всем добрый день. В третьей части нашего вебинара мы поговорим о технологии предпосадочной обработки клубни картофеля. Как уже сказали мои коллеги, в портфеле компании «Сингент» имеется большое количество продуктов как для защиты от болезней, так и для защиты от вредителей. Но сегодня мы более подробно поговорим о продуктах для защиты клубни картофеля от семенной и почвенной инфекции. Данные продукты условно можно разделить на две группы по своим свойствам и по требованиям к технологии внесения. Первая группа, в нее будут входить продукты «Вайбранстоп», «Селестоп» и «Максим». Данные препараты – это протравители, предназначенные именно для нанесения на клубень картофеля. Основная задача при их внесении – добиться максимального покрытия клубня. Не менее 80%. Эти продукты имеют специальную формуляцию, которая заточена именно на равномерное распределение и закрепление продукта на клубни картофеля. Эти продукты мы можем внести с помощью роликовых столов либо с помощью картофеля-посадочной машины непосредственно во время посадки. Вторая группа, в которой уходит квадрис и униформ, это фунгициды для внесения в почву. Основная задача при их внесении – максимально охватить почвенный горизонт, дно и стенки борозды. Препарат хорошо растворяется в почвенной влаге и должен проникать в растение через корневую систему. Внести данные продукты мы можем с помощью картофель-сажалки во время посадки картофеля. Итак, два основных способа внесения продуктов для защиты клубни картофеля. Первый способ – это обработка на специальных роликовых столах, специальные машины, которые служат для этих целей. И второй способ – это обработка при посадке с помощью бакового оборудования, которое устанавливается на картофель-посадочную машину. Какие плюсы и минусы имеет обработка клубни на столах? Итак, плюсы. Высокая производительность от 3 до 15 тонн в час. Низкие трудозатраты. Имеется в виду, что требуется малое количество воды и для обслуживания одной машины достаточно одного оператора. Легкая логистика. То есть мы можем без путаницы обрабатывать разные партии, разные сорта картофеля с помощью различных продуктов с разной дозировкой. Отсутствие сноса и потери препарата. Данные потери свойственной обработки с помощью картофеля-сажалки непосредственно в поле. Минусы. Достаточно сложная настройка этого оборудования. Необходимо настроить равномерность подачи рабочего раствора и равномерность подачи клубни и картофеля, чтобы они соответствовали друг другу. Возможны потери препарата при загрузке и выгрузке, потери препарата на рабочих органах, на роликовом столе. Дополнительные трудности создают погрузка и выгрузка картофеля, а также, возможно, травмирование клубни картофеля. Ну и самое главное – это отсутствие защиты от почвенных патогенов. Защититься от почвенных патогенов мы можем именно при внесении фунгицидов в почву с помощью картофель-сажалки. Поподробнее поговорим о схеме работы данных машин, роликовых столов. Итак, картофель с помощью загрузочного конвейера поступает в накопительный бункер. И уже из бункера семена с необходимой скоростью подаются на роликовый стол. Роликовый стол обычно состоит из нескольких секций. Первая секция – сепарирующая. Она удаляет почву с клубни картофеля дополнительно. Вторая секция – секция в зоне обработки. Именно здесь происходит обработка клубни картофеля с помощью распылителей, которые установлены внутри специального защитного кожуха, чтобы рабочий раствор не улетал за пределы зоны обработки. Дальше. На современных заводских машинах установлена специальная емкость для сбора излишков рабочего раствора. Чтобы они не попадали в помещение, а собирались в эту емкость и утилизировались. Также на заводских машинах установлена система инжекции. Соответственно, у этой машины нет отдельного бака для рабочего раствора, а препарат и вода поступают из разных емкостей и смешиваются уже в системе опрыскания данной машины. Поэтому у нас не будет остатков рабочего раствора лишних и нам не придется постоянно промывать бак с рабочим раствором. Ну и стоит отметить, что при обработке на роликовых столах используются малые нормы рабочего раствора в пределах 1-2 литров на тонну. Примеры роликовых столов – это фотографии, которые были сделаны моими коллегами в предприятиях наших клиентов в России. Слева мы видим на фотографии заводскую машину, заводскую установку. Справа на фотографии мы видим самодельную машину, которая оснащена протраливающим оборудованием Mafix. Правильная загрузка роликового стола. От загрузки роликового стола будет напрямую зависеть качество обработки. Необходимо добиться полной равномерной загрузки. Если роликовый стол будет загружен не полностью, а частично, то часть препарата будет попадать не на клубни, а на вальцы и, соответственно, стекать вниз. Мы будем терять препарат. Поподробнее о работе роликового стола. Во-первых, он контролирует производительность машины, как мы уже говорили, от 3 до 15 тонн в час. Сепарирующие ролики должны быть отделены от роликов в зоне обработки, чтобы рабочий раствор не попадал на рабочие органы, машины не попадал на оператора. Дальше. Роликовый стол контролирует вращение клубни, вращение клубни необходимо для того, чтобы клубень мог обрабатываться со всех сторон. Необходимо, чтобы клубень делал в зоне обработки около 3 оборотов. Ну и современные машины заводские оснащены сенсорными датчиками, которые будут выключать подачу рабочего раствора, если на роликовом столе нет клубней. Распылитель для роликовых столов. Какие же распылители используются для данных машин? На большей части заводского оборудования мы увидим систему с вращающимися дисками. Данный распылитель по своим характеристикам очень похож на стандартный полоконусный распылитель, то есть создается мелкая дисперсия, очень мелкие капли и рисунок факела распыла в форме полого конуса. С помощью данного распылителя мы можем с помощью небольшого количества рабочего раствора создать высокую плотность и равномерность покрытия. Также можно встретить и гидравлические стандартные распылители, шлевые плоскофакельные или конусные, но они в основном будут устанавливаться на самодельных машинах, и они не совсем подходят для данного вида операций. Во-первых, шлевые плоскофакельные больше подвержены засорению, потому что у них меньше сечения отверстия. Во-вторых, могут возникнуть трудности при прохождении через данный распылитель густого вязкого рабочего раствора с небольшим количеством воды. Визуальные примеры работы данных распылителей. Слева мы видим работу вращающегося диска Мафикс. Увидим, что получается очень мелкая дисперсия, похожая на туман, которая равномерно покрывает клубни картофеля мелкой дисперсией. Справа видим пример работы стандартного гидравлического распылителя, в данном случае двухфакельного. И примеры различного качества обработки, как это визуально выглядит. Слева мы видим, что картофель обработан очень неравномерно. Плотность покрытия будет составлять от 20 до 70%, что, конечно же, является неудовлетворительным. И справа пример того, как должны выглядеть хорошо качественно обработанные клубни картофеля с покрытием около 80% и с отличной равномерностью. Основные причины низкого качества обработки на роликовых столах я вижу в том, что используется неподходящее для этих способов обработки оборудование, чаще всего самодельное. На фотографии справа мы видим применение ленточного транспортера, который вообще не предназначен для этой цели. Использование установок беззащитного кожуха, когда рабочий раствор будет улетать, испаряться, сноситься. Соответственно, все это приводит к потере рабочего раствора, к неравномерному, некачественному нанесению и слабой эффективности препаратов. Поэтому для максимального качества, конечно же, рекомендуется использовать заводские, современные машины данного типа. Итак, резюмируя все вышесказанное, подведем итог и выделим основные рекомендации по обработке клубни и картофеля на столах. Оптимальный расход рабочего раствора в пределах 1-2 литров на тонну. Нет смысла увеличивать количество рабочего раствора, это будет приводить к стеканию препарата. Необходимо использовать клубни хорошего качества и размера, очищенные от почвы. Необходима тщательная калибровка роликового стола и распылителей. Шаг к расстоянию между роликами должны соответствовать диаметру клубня. Размер и форма клубня будут влиять на вращение и скорость движения через зону обработки. Необходима регулярная и равномерная подача клубней на роликовом столе. То, о чем мы уже говорили, роликовый стол должен быть постоянно полностью загружен клубнями картофеля для избежания потерь препаратов и для избежания обработки рабочих органов, валиков. Также необходимо помнить, что чрезмерное перевлажнение клубней плохо скажется над их дальнейшим хранением. Переходим ко второму основному способу внесения продуктов для защиты клубней картофеля. Это способ при помощи картофелепосадочной машины во время посадки картофеля. Какие плюсы имеет данный способ? Достаточно точная дозировка препарата при помощи стандартного бакового оборудования картофелепосадочных машин. Защита от почвенной инфекции. То есть мы можем вносить продукт непосредственно в почву. Легкая калибровка техники. Современное оборудование оснащено компьютером, который позволяет без труда качественно откалибровать данные машины. Отсутствие потерь препарата, свойственных роликовым столам. То есть у нас не будет потери препарата при попадании их на рабочие органы и дальнейшее стекание. Равномерное распределение препарата как по клубню, так и в почве. С помощью данного оборудования при их точной качественной калибровке можем добиться высокого результата, высокого качества как для защиты клубня, так и для внесения в почву. Минусы данного способа. Основной минус – это, конечно же, возможность засорения распылителей при использовании некачественной воды, плохо растворимых удобрений, либо при внесении препаратов, не предназначенных для этого способа обработки. И очень сложно проконтролировать засорение распылителей, так как распылители находятся на уровне почвы, плюс они закрыты сошниками и визуально очень плохо просматриваются. Поэтому есть большой риск не заметить засорение и получить некачественную обработку. Дальше. Здесь есть риск сноса рабочей жидкости, так же, как и при опрыскивании, поэтому есть ограничения по скорости ветра. Ну и, конечно же, снижается производительность посадки при использовании данного оборудования, так как необходима заправка водой, заправка препаратом. Соответственно, скорость посадки будет снижаться. Давайте подробнее рассмотрим схему работы бакового оборудования картофелепосадочных машин. Оно включает в себя бак для рабочего раствора, мембранно-поршневой насос, который подает рабочий раствор из бака к распылителям, систему регулирования, которая включает в себя специальную регулирующую арматуру, которая управляется на современных машинах с помощью компьютера, что, конечно же, добавляет удобства эксплуатации. И распылители. Чаще всего используются конусные распылители в различных комбинациях. В дальнейшем мы рассмотрим различные варианты их применения. Итак, давайте посмотрим, куда должен вноситься препарат в зависимости от типа продуктов. Для протравителей Вебранстоп, Селестоп и Максим нам необходимо нанести рабочий раствор именно на клубень картофеля. Для фунгицидов для внесения в почву квадрис и юниформ нам необходимо внести рабочий раствор в почву, в зону вокруг клубня, где в дальнейшем будет развиваться корневая система и дочерние клубни картофеля. Как мы можем получить данный результат? Для внесения препарата на клубень картофеля нам необходимо сориентировать распылители, более горизонтально направленные на клубень картофеля, который в момент свободного падения будет обрабатываться со всех сторон. В том случае, когда нам необходимо внести препарат в почву, мы ориентируем распылители вертикально на почву. Соответственно, препарат будет попадать на дно стенки борозды, не попадая на клубень картофеля. На следующих схемах мы видим также пример размещения расположения форсунок. На верхней картинке мы видим горизонтальную ориентацию форсунок. Они направлены на свободно падающий клубень картофеля и расположены на расстоянии около 10 см от него, что позволяет получить качественную равномерную обработку с различных сторон. На нижнем рисунке мы видим более вертикально ориентированное направление форсунок, то есть рабочий раствор будет попадать в почву, не попадая на клубни картофеля. Рассмотрим, какие типы распылителей используются на картофеле-посадочных машинах. Самый распространенный и лучше всего себя зарекомендовавший распылитель – это стандартный полупонусный распылитель садовый. На большинстве машин используется распылитель Lechler TR-80. Данная модель устанавливается в заводской комплектации на картофеле-посадочные машины компании Grimm. Это стандартный полупонусный распылитель с факелом распыла 80 градусов, который создает очень мелкую дисперсию. За счет мелкой дисперсии мы достигаем высокой плотности покрытия картофеля. Данный распылитель имеет как ряд преимуществ, так и недостатков. Основным преимуществом является то, что он слабо подвержен засорению за счет круглого отверстия, но за счет мелкой дисперсии есть риск сноса рабочего раствора. Поэтому, как я уже говорил, ограничения по скорости ветра для данного распылителя существуют. Есть рекомендации по установке данного распылителя на картофеле-посадочную машину. Рекомендуется устанавливать одинаковый размер как с фронтальной, так и с тыльной стороны сошняка. Например, для нормы вылива 50-100 литров подходит 0,1 размер, оранжевый, и он будет устанавливаться с передней и обратной стороны сошняка. Диапазон давления рекомендуется использовать в районе 1,5-3 атмосфер. Подходит как для обработки клубней, так и для обработки борозды. То есть на данный момент это самый распространенный, подходящий универсальный тип распылителя для обработки картофеля. Также широкую популярность в Европе, в Германии получил распылитель дефлекторного типа Lechler FT-90. Изначально данный распылитель был разработан для ленточного внесения, то есть для полосовых обработок пропашных, овощных культур. Но при использовании картофель-сажалки он себя очень хорошо зарекомендовал как для внесения жидких удобрений, так и для внесения фунгицидов в почву. Данный распылитель имеет угол факела распыла 90 градусов. И за счет своей конструкции факел распыла практически перпендикулярен корпусу распылителя. Этот распылитель также будет слабо подвержен засорению, потому что имеет круглое отверстие. Его преимуществом будет являться то, что у него меньше уровень сноса по сравнению с конусным распылителем, потому что он имеет более крупный спектр капель. Есть рекомендация по его установке. Рекомендуется устанавливать данные распылители разных размеров с фронта и тыла. То есть в передней части мы устанавливаем более меньший размер распылителя, допустим, 0,1, с обратной стороны сошника установлен более крупный размер, допустим, 0,2. И тогда у нас поток жидкости разделяется в соотношении 1,3 с передней части и 2,3 с обратной части. В этом случае достигается более высокая эффективность, как показывают различные испытания. Ну и рекомендуется использовать данный распылитель именно для обработки почвы. Еще одним его плюсом можно назвать то, что при установке в стандартные корпуса на сошники, картофели, посадочные машины, факел распыла будет направлен вниз, что очень удобно для обработки почвы. Итак, давайте рассмотрим различные варианты установки распылителей для различных задач, которые перед нами стоят. Итак, для обработки именно клубни и картофеля мы можем расположить распылитель следующим образом. При установке двух распылителей мы ориентируем их более горизонтально и в точке пересечения факелов у нас должен пролетать клубень картофеля, соответственно, обрабатываться с различных сторон. Тот же самый принцип мы будем наблюдать и при использовании трех распылителей на одном сошнике в точке пересечения должен падать клубень картофеля и обрабатываться, соответственно, с трех сторон равномерно. На следующем слайде мы видим пример установки четырех распылителей на один ряд, на один сошник. Такое количество распылителей применяется в том случае, если на картофеле посадочной машины установлена система с параллельно независимой подачей рабочего раствора из двух баков. В этом случае из одного бака мы можем подавать рабочий раствор для защиты клубни и картофеля, из второго бака можем подавать жидкие удобрения. Но в то же время мы можем сделать другую комбинацию. В один бак мы можем заправлять препараты контактного действия для защиты клубни и картофеля, и во второй бак мы можем заправлять продукты для внесения в почву, фунгициды для внесения в почву. В этом случае будут установлены следующие распылители. То есть два конусных распылителя ТР, оранжевые, будут ориентированы на клубень картофеля и подавать на него контактные продукты. В то же время два распылителя АФТ, дефлекторные, будут направлены на почву, на борозду и вносить фунгициды для защиты от почвенных патогенов. Также есть модификации, где установлено сразу 5 распылителей, как показано в следующем видео. В этом случае три распылителя полупонусных будут обрабатывать клубень в момент падения, и два распылителя АФТ, дефлекторных, будут вносить жидкое удобрение, либо фунгицид именно в почву, на дно и стенки борозды. Несколько слов о распылителях компании Сингента. Мы их предлагаем под торговой маркой брендом Юниформ. До 2001 года это были распылители компании Хайпро, АЗет, латунные полупонусные распылители, которые хорошо себя зарегистрировали для использования на картофельсопосадочных машинах. Но с 2001 года они сняты с производства, поэтому мы заменили их на распылители ТИДЖЕТ ТХ. Это также стандартный полупонусный распылитель, который по своим характеристикам очень похож на распылитель Лехлер ТР. Он также будет слабо подвержен засорению, имеет круглое отверстие, легко разбирается и для прочистки. В то же время он имеет латунный корпус, который защищен от механических повреждений, он очень ударопрочен. Примеры различного качества обработки клубней. На данных рисунках мы видим низкое качество обработки и высокое качество обработки. На левом рисунке, на левой фотографии, плотность покрытия составляет от 40 до 60%, что является недостаточным. И на правой фотографии мы видим плотность покрытия около 80%, отличная равномерность распределения. Соответственно, это тот результат, к которому мы должны стремиться. Основная причина низкого качества обработки с помощью картофельно-посадочных машин я, конечно же, вижу именно в засорении опрыскивающей системы, засорении фильтров, грубой тонкой очистки, засорении распылителей. И вторая причина – это, конечно же, износы и повреждения распылителей. Проконтролировать работу распылителя на картофельно-посадочной машине гораздо сложнее, чем на опрыскательный, нет свободного визуального доступа, поэтому нужно периодически проводить калибровку до начала проведения работ и осуществлять промывку системы регулярно после каждой рабочей смены чистой водой. Подведем итог по данному способу обработки и рассмотрим несколько основных рекомендаций. Оптимальный объем рабочего раствора. Как показывает практика, для обработки клубни и картофеля достаточно нормы расхода рабочего раствора в диапазоне 50-100 литров на гектар. В то же время для внесения в почву необходимо увеличивать норму расхода рабочего раствора не менее 100 литров на гектар. Необходима точная регулировка положения распылителей на сошниках картофельно-посадочной машины. Как мы уже говорили, для обработки клубни и картофеля необходимо ориентировать распылители горизонтально и направлять факел распыла именно на клубень картофеля в момент свободного падения. Для обработки почвы, для внесения препарата в борозду необходимо ориентировать распылители вертикально и направлять факел распыла на дно стенки борозды. Давление системы достаточно от 1,5 до 3 атмосфер. Нет смысла увеличивать давление, так как это будет увеличивать нагрузку на систему. Кроме того, будет увеличиваться снос и потеря препарата. Скорость движения на уровне 4-6 км в час. Чем ниже скорость движения, тем, конечно же, будет более качественное и равномерное внесение продуктов. Регулярная калибровка протравивающей системы и распылителей. Необходимо контролировать износ распылителей. Ну и, конечно же, регулярное промывание системы подачи, распыление рабочего раствора. Регулярный контроль за чистотой системы. На этом презентация по технологии внесения продуктов для защиты клубни и картофеля завершена. Спасибо за внимание. Передаю слово моим коллегам. Итак, уважаемые зрители, вы ознакомились с тремя основными приемами, которые применяются для правильного старта, для правильного запуска картофеля в сезоне. Поэтому благодарю вас за внимание. Используйте препараты, используйте те приемы, которые мы сегодня вам анонсировали. Мы надеемся, что урожай картофеля у вас будет отличным. Продолжение следует...